Всем привет! Тема нашего сегодняшнего занятия Россия при первых Романовых. В 1613 году на российском престоле установилась новая династия, династия Романовых. Давайте вспомним, что же произошло в этом году и немножечко до этого. В 1612 году, напоминаю, второе ополчение во главе с Мининовой Пожарским освобождает Москву и прогоняет поляков. Таким образом, России удалось сохранить собственный суверенитет. В 1613 году собирается один из крупнейших земских соборов, на котором из различных кандидатов выбирают именно кандидатуру Михаила Федоровича Романова. Таким образом, Михаил Федорович Романов утвердился на российском престоле и положил начало новой династии, которая просуществует вплоть до известных событий 1917 года. Что необходимо знать про правление Михаила Федоровича? Нужно понимать, что так как его избрали в достаточно юном, молодом возрасте, ему было всего 16 лет, то, конечно же, в первый период, в первые десятилетия своего правления он опирался при принятии различных важных государственных решений на мнение Боярской думы и на решение земских соборов. Именно поэтому мы говорим, что в первые десятилетия правления Михаила Федоровича земские соборы собираются каждый год и работают почти без перерыва. Но в 1619 году из плена возвращается патриарх Филарет. И патриарх Филарет, на самом деле в миру его имя было Федор, и он, как вы догадываетесь, был отцом Михаила Федоровича. Таким образом, при Михаиле с 1613 по 1645 год установился такой тандем светской и духовной власти, соединенная кровными узами Михаила Федоровича и его отца Филарета. Филарет правил государством во многом от лица, конечно же, Михаила Федоровича. То есть, конечно, он был, наверное, такой лидирующей фигурой, и зачастую Михаил Федорович был скорее ведомым и подчинялся решениям Филарета. Ну, Филарет прожил до 1633 года, поэтому мы можем считать, что с 1633 по 1645 Михаил Федорович точно правит самостоятельно. Что необходимо знать еще? Необходимо помнить, что при Михаиле Федоровиче продолжается процесс закрепощения крестьян устанавливать сначала пятилетний, потом девятилетний, затем десятилетний срок сыска беглых крестьян. Напомню, что термин срок сыска беглых крестьян звучит правильно, как урочные лета. Таким образом, мы видим, что, конечно, процесс закрепощения уже остановить никак невозможно, и вот мы приближаемся к такой конечной точке установления крепостного права, который произойдет уже, правда, при преемнике Михаила Федоровича. Какие еще задачи стояли перед Михаилом? Ну, напомню то, что период смуты оставил определенные отпечатки на нашу историю, в частности, напоминаю, что была польская и шведская интервенции. Соответственно, необходимо было заключить договоры с этими государствами, чем, собственно, и занимается Михаил Федорович. В 1613... ой, извините. В 1617 году подписывается Столбовский мир со Швецией. Согласно Столбовскому миру мы теряли обширные территории на севере. Это, напоминаю, крепости Ямка, Пори, Орешек и Ивангород. Таким образом, мы снова лишались выхода к Балтике. В 1618 году мы подписываем уже с речью посполитой Диулинское перемирие, по которым у нас снова территориальные потери. Мы теряем Черниговский, Новгород-Северский и Смоленские земли. И, к тому же, Владислав не подписывал никакой бумаги о том, что отказывается от притязаний на Российский престол. Далее, через определенное время, Михаил и Земские соборы ему помогают, и Земский собор поддерживает это решение. В общем, они решают вернуть обратно вот эти Смоленские, Новгород-Северские и Черниговские земли. Ну, потому что, в общем, напомню, я считал, что это исконно русские территории, которые должны, в общем, входить в состав российского государства. Начинается война. Война, в общем, русско-польская, но ее зачастую называют именно Смоленской войной. Она длится с 1632 по 1634 год. Единственное, что, наверное, нужно помнить, что осадой Смоленска руководит воевода Шейн. Можно запомнить, как вторую личность для исторического сочинения. Вот, но все проходит очень неудачно, неуспешно для русского войска, и в итоге нам пришлось сдаться, за что Шейн казнил Михаила Федоровича. Все заканчивается подписанием Поляновского мирного договора, по которому, ну, понятно, что мы не вернули ни Смоленские, ни Новгород-Северские, ни Черниговские земли, но была одна важная дипломатическая победа. Надо отдать должное, Владислав официально отказывался от претензий на российский престол. В общем, за суверенитет российского государства мы могли быть спокойны. И последнее, о чем стоит сказать, говоря про Михаила Федоровича, в 1637 году происходит удивительное событие, действительно оно уникальное. Казаки захватывают крепость Азов. Ну, помню, что вообще южное направление для нас, оно было очень важно, и мы действительно хотели получить выход к Азовскому, к Черному морю, но я напоминаю, что там Крымское ханство, а за Крымским ханством Османская империя, очень военизированная, такое мощное на тот момент государство. Вот в 1737 году они просто захватывают крепость Азов, которая, по идее, дает нам выход к Азовскому морю, и отправляют кучу посланий Михаила Федоровича о том, что, ну, в общем, приводи сюда свои войска, вот крепость уже наша. А Михаил Федорович созывает земские соборы, очень долго с ними советуется, но и в итоге, ну, были разногласия, естественно, в стане вот этого земского собора, но в итоге, в общем, принимают решение о том, что казаков здесь поддерживать не будут, и отправили им послание, чтобы, в общем, казаки оттуда уходили и вернули Азов, ну, Крымскому ханству и Османской империи, соответственно. Вопрос, почему же так, почему же такое решение принял Михаил Федорович? Ну, потому что Михаил Федорович считал, что, в общем, сейчас нету достаточных сил для того, чтобы бороться с таким сильным и военизированным государством, как Османской империей, а если бы мы взяли Азов, понятно, что, в общем, мы развязываем войну, она стала бы неизбежна, а проигрывать мы не хотели.